Для мастера маникюра, который сталкивается с проблемами в своей практике, если к нему вдруг приходит клиент, и он видит какие-то отклонения, существует очень большая проблема, это как сообщить об этом клиенту и как отказать клиенту. Первое, что должен понимать мастер маникюра и уметь это объяснить своему клиенту, это то, что мастер маникюра, работая в эстетическом направлении, может работать исключительно со здоровыми ногтевыми пластинами. Что это значит? Это значит, что если вдруг есть какие-то отклонения, а мы с вами в следующем блоке разберем, как выглядит здоровая ногтевая пластина, ее симптомы, скажем так, если есть какие-то отклонения от симптомов здоровой ногтевой пластины, то мастер маникюра должен понять, что если вдруг он будет проводить эстетическую процедуру, он может навредить клиенту еще больше. В комментариях под этим видео напиши свой лайфхак или совет, как правильно можно отказать клиенту с проблемными ногтями и получи приз от Stalix Pro. Обязательно лайкни комментарий другого зрителя. Ровно через месяц мы найдем самый залайканный комментарий и подарим его автору крутой приз от Stalix Pro. Именно этот аргумент должен быть самым решающим для мастера маникюра. И несмотря на то, что клиенты очень часто уговаривают мастера маникюра в обратном, и уговоры бывают разного характера, начиная от того, что у меня так всю жизнь, или у меня уже так было, все отросло, или это ничего страшного, у меня уже не болит, покрывай, или делай маникюр, мне завтра на свадьбу. То есть оправдания и умоляния могут быть разного характера. Мастер маникюра должен быть непреклонным в этой ситуации. Что должен понять для себя мастер маникюра? Первое, это я уже говорила, он должен понять, что он может сделать только хуже. Второй момент, это то, что возможно по уставу салона, и это тоже может быть аргументом для клиента, что по уставу салона мастер маникюра не имеет права работать с отклонениями на ногтевых пластинах. Несмотря на это, пренебрегая рекомендациями, очень многие мастера закрывают глаза на видоизменения ногтевых пластин, и все-таки продолжают выполнять процедуру, делать маникюр, и покрытие искусственным материалом. И здесь очень важно мастеру понять, к каким последствиям может это привести. Первый момент, наверное, основной, это то, что действительно может усугубить ситуацию физически. То есть может быть присоединение бактериальной инфекции, может быть присоединение грибковой инфекции, может осложниться воспалительный процесс. И второй момент, который должен мастер понять, и чаще всего так и случается, он вытекает из первого. Это, наверное, моральный ущерб. Почему? Потому что когда у клиента начинаются осложнения после маникюра, то, как правило, все эти претензии будут направлены в сторону мастера маникюра. Это может быть как в виде просто жалобы, в виде угроз, скандалов в салоне маникюра. Я думаю, что никому не будет приятно оказаться в такой ситуации. И заканчивая тем, что просто клиент может пойти и подать в суд на салон. Поэтому есть одна большая и очень важная рекомендация мастерам маникюра не работать с проблемными ногтями, если у вас нет достаточно глубоких знаний в этом направлении, если вы в этом не специализируетесь. К слову говоря, есть статья о непреднамеренном нанесении вреда здоровью человека. И именно по этой статье ваш клиент может обратиться в случае, если вдруг у него произошли ухудшения именно после маникюра в вашем салоне. Давайте с вами рассмотрим пару сценариев, которым может следовать мастер маникюра, чтобы правильно, тактично отказать своему клиенту в процедуре, если все-таки существует какая-то проблема. Первый вариант – это отказать клиенту и сказать ему о том, что по уставу салона мы работаем исключительно со здоровыми ногтями. Иногда для того, чтобы клиенту дать понять, что такое здоровая ногтевая пластина, мы можем иметь маленькую такую заготовочку даже в виде просто фотографии здоровых ногтей из интернета. И вы можете показать клиенту, что вот это здоровые ногти, вот такие симптомы здоровых ногтей, у вас есть некоторое отклонение. И перечислить, какие виды изменения на ногтях вы видите. Также, если у клиента травматизация или видоизменение на одном-двух ногтях, то вы тут же можете сравнить его ногти на двух соседних пальчиках и показать, что вот у вас есть здоровая ногтевая пластина, а вот есть ногтевая пластина, на которой есть некоторые видоизменения. И тем самым вы показываете клиенту, что все-таки отличия существуют, и да, действительно с этим надо работать. И вы не специалист, вы работаете исключительно со здоровыми ногтевыми пластинами, вы не специалист в направлении парамедики, вы не специалист в направлении медицины, а с такими ногтями может работать только доктор. Ты еще не подписан на канал Сталикс? Тогда подпишись прямо сейчас! Третий вариант, по которому может отказать мастер клиенту, это закон. Или, я думаю, что если нас смотрят мастера из разных стран, то есть страны, в которых есть ГОСТ. И по ГОСТу есть запрет работы с нездоровыми ногтевыми пластинами. Поэтому вы можете совершенно спокойно манипулировать этим и говорить, что вы не имеете права по закону работать с отклонениями на ногтевых пластинах. Если все-таки от мастера поступает предложение обратиться к доктору, то клиент, как правило, может спросить о том, к какому же доктору все-таки ему надо обратиться. И если мастер вдруг не понимает, какого характера видоизменения на ногтевых пластинах, то, наверное, правильнее всего будет направить клиента к терапевту. И терапевт, который проведет анамнез, уже направит, исходя из того, что повлияло на видоизменение ногтей, он направит к специалисту более узкого профиля. Это могут быть специалисты как дерматологи, это могут быть специалисты-хирург, это может быть ортопед. На самом деле, в зависимости от того, какова была причина видоизменений, доктор уже сделает вывод, опросив клиента, направит его к нужному специалисту. И в следующем блоке мы вам расскажем об основных заболеваниях и отклонениях ногтевых пластин. С помощью этих знаний мастер сможет отличить одни заболевания от других, сможет отличить инфекционные заболевания от неинфекционных, сможет отличить травматизации разных типов. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!